Как я выучила испанский язык? Я приехала в Барселону и решила пожить там первые четыре месяца для того, чтобы понять вообще насколько мне подходит Барселона, насколько я смогу там жить постоянно, не как турист, а вообще прям жить-жить. И первые четыре месяца моя попытка выучить испанский была неудачной, потому что я взяла себе преподавателя из России, которая была влюблена в испанский язык. Она очень-очень много подробностей, тонкостей рассказывала про историю Испании, про испанский язык. Она увлекалась такими тонкостями и глубинами Испании самой и испанского языка, что даже через четыре месяца я, к сожалению, не научилась говорить вообще даже двух слов. Я не знала, как спросить, сколько это стоит, я не знала, как спросить на улице, как мне пройти куда-то. Ну то есть мы изучали какие-то такие вот общие-общие слова, фразы и еще раз тонкости грамматики испанского языка. Я поняла, что этот подход неправильный, то есть не надо нанимать русского преподавателя, еще особенно того, кто очень высокого класса преподаватель и который очень увлечен языком, увлечен настолько, что погружается в и не дает каких-то элементарных знаний. Мне нужно было вот элементарно на улице общаться. Несмотря на то, что запрос был озвучен, все равно за четыре месяца я так ничего и не выучила. Когда я приехала второй раз в Испанию, то я уже пошла в испанскую школу. У нас был преподаватель из Аргентины, прекрасный, просто чудесный человек, который настолько легко рассказывал про испанский, настолько легко преподавал, все время смеялся, все время шутил и он все время нам говорил, что нужно выходить на улицы, нужно разговаривать с людьми на улицах, в магазинах, общаться с прохожими, вот прям максимально быть открытыми и он нас очень серьезно спрашивал, а зачем вам испанский язык, а зачем вам испанский язык, то есть он всегда глубоко копал, он прям спрашивал про мотивацию, так же, как я как психолог, знаете, когда ко мне люди с целью приходят, я все время копаю вот глубинную мотивацию для того, чтобы найти, а зачем это нужно, а зачем это нужно, потому что иначе человек не будет работать, иначе у человека не будет большого желания двигаться к этой цели, то есть я всегда ищу, что за этим. Вот преподаватель тоже очень глубоко копал и он интересно раскопал, потому что я вначале сам называл разные какие-то причины, почему, что и как, но, как выяснилось, меня больше всего мотивировало желание общаться с моей подругой из Аргентины, ее зовут Наталья и она родилась и выросла в Аргентине, она не русскоговорящая, просто у нее имя Наталья, она испаноговорящая, и это оказалось глубинной мотивацией, и когда я каждый раз думала о том, что я смогу с Наташей говорить спокойно на испанском, и вот прям буду понимать все, о чем она говорит и о чем она говорит со своими подругами, когда я к ней приезжаю на Ибицу, то есть меня это мотивировало больше всего, и вы знаете, я через полгода заговорила на испанском, прям вот заговорила, и когда я встречалась с кем-то на улице, начинала общаться, говорила, что я учу испанский, они мне говорили, ой, слушай, правда, ты хорошо так говоришь, вы знаете, возможно, я не знала времен глаголов каких-то там, еще чего-то, но я свободно общалась уже, и я все время разговаривала с людьми в магазинах, с кассиршами на кассах, слушала все, что говорят охранники, ко всем продавцам в магазинах подходила, общалась на улице, я знала всех соседей на своей улице, на которой я жила, и вот даже охранники в магазинах, я говорю, уже все улыбались, приветствовали меня, я разговаривала с таксистами, ну вот со всеми, с кем только можно, я говорила на испанском, я знала уже какие-то фразы для начала, если я не понимала, я переспрашивала, самое страшное, конечно, было, это когда говорили по телефону, то есть у меня была, например, доставка Амазон, мне нужно было связаться с ними по телефону, что-то им обсудить, или сказать, или позвонить в телефонную компанию, что-то сказать, или в банк, когда нужно сказать, и испанцы, конечно, отвечают очень быстро, они говорят, вот так вот, и я их просила говорить помедленнее, потому что я не до конца понимаю, что они говорят, но они буквально полсекунды говорят медленно-медленно, потом опять начинают, вот это быстро, и вы знаете, со временем я приучилась слушать очень быструю испанскую речь, я научилась говорить по телефону, я научилась не бояться объяснять, что я хочу, либо я их не понимаю, как-то говорить им это, ну, то есть я научилась это говорить, и мне стало настолько легко, что когда я уехала из Испании, и через месяц я летала в Мурманск, и так получилось, что я сидела в самолете с девушкой из Венесуэлы, и когда мы с ней разговаривали, мы с ней говорили вот два с половиной часа только на испанском, когда весь полет, весь полет только на испанском, я получила такой колоссальный кайф от того, что вот я даже уехав из Испании, я могу говорить, я помню язык, и я постоянно говорю на нем сейчас, потому что я переписываюсь и общаюсь, и отвечаю, и наговариваю сообщения с своей подругой Наташей, которая живет на Ибице, и я приветствуюсь со своими друзьями, которые находятся в Испании, ну, то есть настолько это все было вот, ну, душевно, тепло, и испанский вошел в мою жизнь, и до сих пор каждый день я повторяю испанский, смотрю фильмы на испанском, учу дуа-лингва, испанский язык, ну, то есть испанский язык — это моя любовь, наверное, после английского вторая моя любовь, испанский, поэтому когда... я уверена, что если очень любишь язык, если есть действительно глубокая мотивация выучить этот язык для кого-то или для чего-то, или для самих себя, но, опять же, это какая-то очень понятная глубинная цель, то выучить язык будет очень легко. Вот, хотела с вами поделиться этим. На сегодня все. С вами была Ирина Дельцоль. Всем ромашек!